я хочу сказать я хочу сказать еще об одном важном аспекте царствования господина чубы много у него заслуг я думаю что госпожа господа там типа 40 рокфеллера очень довольны разгромом нашей промышленности разгромом нашей торговли просто я удивляюсь почему у него нет каких-то золотых регалий медалей может быть он тайно где-то их носит вообще стагнации нашей энергетической промышленности стагнации рау с которая совершенно не развивалась может что-то там немножко делалось но не развивалась она совершенно необходимым образом вот и но я хочу сказать что воцарение господина чубы сей березовского ознаменовалась также дарением русских земель вы знаете что мы соединенным штатам отдаем нашу береговую линию так сказать и фактически это невозвратный считайте территории потому что как-то вернуть я участвую не вижу никаких возможностей понимаете господина чубы с кушает ест пьет наверное будет получать хорошую пенсию вот кстати говоря как решить пенсионную реформу вот за это я считаю что ну ну как такая маленькая наказание господина чубы за то что он вот вот их не компания все до всех ответственных их за раздаривание земель просто хотя бы давайте будем добьемся или лишим их пенсии как вот полицейские там они же любят герман хороший закон они там возьмет взятку его пенсии или мешают потому они взятки не берут а у нас политик натворил на пакосте на чем и тем тем больше славы тем тебе я конечно понимаю вот такой чубой со еще был папа я бы сказала коммуниста с 1970 года чубой зовут ну мне таким духовным лидерами является владимир ильич ленин вот я думаю что по количеству дел только он может превзойти этого господина то есть кроме того что с воцарением их ты в 1917 году началось раздаривание русских земель то есть это мы теряем финляндию нам говорят это так надо это вот такой естественный процесс это вот и представители израильской разведки нам там говорят что это это вам это вам на пользу даже понимаете латвию мы теряем литву эстонию более того с этими эсэсовскими режимами подписывается тартусский договор двадцатом году господин ленин подписывает и передает им еще исконные земли то есть мы вроде как данниками стали вот этих вот княжеств да которые мы отбили у шведской империи 21 год лилась русская кровь шла северная война вот конечно викинги шведы да они конечно никакой бы никакой зависимости никому не дали вот шведов я смотрю ну суровый народ викинги только шведы жил по моему там никто особо не выживал и это же мы вот как бы как бы будучи людьми добрыми как бы стараемся сохранить этносы народы при этом забывая что может быть это и правильно и так и надо но что и со всякой мразью нам церемониться более того не удовлетворившись вот этим как бы процессом что ему мало было что он подарил латвию финляндию эстонию ну и так далее да он еще как бы что утопил русский флот да обезоружил россию мы были абсолютно без беспомощны потом даже больше нам несла тяжелейшие потом поражение и отхватила наши земли так сказать вот миллион квадратных километров было подарено германии вот и турции было до оказана мимо верная помощь и золотом и деньгами и оружием чтобы они нанесли почему-то ненависть и вызывала и греция ну видимо тут господин пармус главный так сказать финансист имела в турции и свои интересы и как же было владимиру ильичу то не пойти на встречу так сказать вот и вот этого существо сейчас лежит на красной площади как фараон то есть если бы мы вот еще чингисхану надо вот душителю русского народа еще поставить там мавзолеи поставить и жириновский еще паза предлагает эту падали похоронить с почестями так сказать я хочу сказать и по моему нужно сделать одну что как я слышал по слухам поступили с трупом гитлера сжечь и спустить унитаз вот вместе с джугашвили и извини с этим с бланком вот этим господином вот так это какая-то такая и но не сделать это тайны как а сделать это явно чтобы мы чему стимулируем то воспевая душителей русского крестьянства уничтожившие 17 миллионов это какой-то море крови можно на вылите если пролитую кровь мы чему стимулируем к восславлению вот этих мерзавцев вот эти мерзавцы гниды все и лезут у нас из всех щелей я хочу сказать ну вот господина и чубой сможет быть не так широко ну почему не так широко она владимир ильич ленин как бы работая он же они же провели раздел территориальных административных границ это надо быть или страшным вредителем или дико ненавидите россии или быть дебилом который никакой истории никогда не открывал не читал ведь вы подумайте если посмотрим мощнейшие империи на возникали на картике на мировой карте и все они рано или поздно или приходили в движение и большинство из них распалась стерлась их и не видно где римская империя где империя чингисхана ну если такой из глобальной империи которая простояла действительно тысячу лет осталось только россии вот и все ну ну еще можно сказать что империя существует сша да очень похоже так сказать но они как бы имеют такой немножечко структуру другую они как бы внедряются подчиняет эти народы просто она не не входит в состав но работают на экономику соединенных штатов вот и вот в этой ситуации дело в том что вот когда это проведено было разделение да ну как коммунисты они не успокоились можно было же ведь потом эти административные границы национальные отменить и как вредоносные как который может привести к национальному раздраю разобщению общества не к единению не к реформированию экономики не к созидательной работе а и к тому чтобы из каждого болота тянула свою лягушку которая орала что моему болоту не додали то и мы видим что происходило на коммунистических съездах горбачева где коммунисты съезжались и все орали а мне мало жратвы дали они не думали не как преобразовать экономику что экономика нуждается в реформировании что надо ввести частную собственность нет хоть хотя бы в каких-то малых размерах в то время как вот в китае позднее пришли вот зюганов там а вот видите там кому не отдак там кто пришел к власть там пришли враги джугашвили в цепь власти не дело в том что если мы посмотрим на на китай то могу джудун то это фактически было просто такой же дебил как джугашвили ну ладно только один пример это то урод значит заставлял каждую школу создавать по ду мины печи она выполняла сталь ну такого ужасного какого-то качества ну вот он хотел количеством взять вот джугашвили в это время ляпал танки которые какой-то жестяной жестяную фольгу имели там вместо брони понимаете потом мы как говорится но я вот предыдущих 26 там английский танк и скопировал их как обезьяна и ляпал эти устаревшие танки вот они бараны их на ляпали я рассказывал как можно было из этой ситуации еще извлечь выгоду как можно было сманеврировать но это как бы тема другого разговора вы можете там посмотреть мои другие передачи на эту тему ну и год господин и учебы сущности с господином ельциным с господином гайдаром несколько не стали противостоять коммунистической партии до к не стали каких-то делать даже крайних попыток каких-то хотя бы было но не получилось нет они продолжили раз до раздела раздербанивание россии по тем самым национальным границам который начертал господин бланк и господин джугашвили вся вот эта банда вот и в сущности и пригодилась идиотство которое джугашвили когда джугашвили все мы наконец опять отбили у фашистских польц у польских фашистов и львов и что же и львов был опять подарен бандерлянди там опять шло обшароваривание и вы ведь не подумайте что я против того чтобы развивался украинский язык какая скотина может указывать чтобы что-то какой-то язык на она навязывался насильно и вот в этой ситуации вы заметили что господин чубы ну его брат откровенно выступает за за то чтобы крым у нас отобрали и не то что отобрали вот чтобы людей вот этих сказали плюнули в лицо и сказали плевать мы хотели на ваше голосование мы вас дарим как крепостных крестьян бандеровцам которые говорят что будем кептельман или там корчинского который говорит что русские будем убивать и дуга еще лучше кептельман говорят что ядреным оружием они будут уничтожить ну ты застали еще так бы наверное уже и пробовали так сказать и вот и и вот брат его да ну это же не он правильно а он молчит а он ни слова по поводу вот крыма по поводу вот этих пока коммуниста чубы значит платят за лекцию коммунисту глазиеву 700 тысяч долларов деньги которые вы не только никогда не заработаете большинство из вас подавляющие но и вы даже не увидите никогда таких денег а он просто с 2 лекции бедняжка наверно там вспотел глазик трудился так лекция уже такие замечательные лекции они же у нас перевернули все я даже примеров не знаю где такого ки профессора живут которым бы платили вот такие замечательные деньги не не просто за какое-то открытие какой-то работу а просто за то что прочитал блин лекцию ну вот он ни слова не говорит нам также господин по поводу крымской проблемы а уж я бы с него не слез господин навальный если вы там его про его на его ног склоняете не я бы ему а как же это так вот бабушка умерла столетние до вальцман коммунист сын вора коммуниста замучил арго обстреливала разрушил 5000 домов обстреливал линии электропередача водоснабжение вот эти горы руины там устроил там саду и гамора понимаете то есть вот как серию вот американские найми ты просто превратили в развалины это же еще думы же видели эти кадры прекрасно еще до ввода наших войск а до того как появилась наша авиация кругом руины были и эти люди с бессовестной харе нам сейчас рассказывают русские бомбят террористов а это вредно влияет на мирное население просто безумие какое-то еще в бундестаге там коммунистка это нас там не ну так тихонечко но осуждает а ты открой глаза посмотри что там до этого было в серии это алепа я видел десять раз она была в точно таком же состоянии там все было разрушено я думаю даже и не бомбометанием артиллерийским огнем вот насколько там видно большинство зданий там пробивались террористами вот этими наймитами американскими друзьями господина чубайся дырка туда вставлялась орудие дом ствол орудия дом становился нежилой но пофиг человека выгоняли вот все это все что сирийскому народу они принесли тоже они принесли на донбасс и вот столетняя бабушка поскольку бандеровцы корчинский вальцман организовали голодомортом о котором они так много говорили которые они все таки сделали да реально вот и по этому вопросу господин чубас ничего не отвечает как то время как господин локоть мэр получает 3 миллиона вот какие хорошие денежки а бабушка там умирает потому что ей кусочка хлеба не нашлось и только вот в европе живет там корреспондент шары который бегает по всей по всей новороссии раздает людям деньги да вот чудак один у нас есть вот и да и тот не коммуниста понимаете то есть вот вот все что мы имеем на сегодня и газ господина навальный тоже вот в этой острой дискуссии можно было бы как бы вывернуть господину а ну-ка высказывай а что мы будем сделать с с крымом какая твоя позиция отношения к вальцману кептельман конкретно говори потому что твой хозяин который тебе все дал что брюхо и губа в лапше и так сказать я икрой объедаешься и все и на золоте спишь на серебре за лекции по 700 тысяч плачешь сказки рассказываешь о том что у тебя там все замечательно как это приму при при том что ты кидаешься буквально деньгами еще кричи что мне денег навалом вот и вот в этой ситуации то как бы а как ты вообще относишься к крымской проблеме как ты господина путина поддерживаешь не поддерживаешь как его решение по крыму какое решение народа по крыму тем более что твой брат записался бандеровцам там и так сказать вот но как же господин навальный будет задавать эти острые вопросы господину коммунисту чубу когда он сам мне никакого ответа не дает виляет хвостом когда его спрашивают по крыму чувствует себя очень неудобно из его ему же надо как бы избираться президенты понимаете а он уже видел да какое движение народное было неподдельно как на 9 мая собралась такая гигантская толпа что толпы собирались на на народу не по принуждению как в этой дурной бандерлянди нет бандеровцы так вас гадов ненавидят так вас вон ненавидят и путин это очень какой-то добрый человек по сравнению с этими людьми я думаю эти вас щадить не буду и думаю что это справедливо но я хочу сказать вот какая коль момент и вот он виляет хвостом что вот давайте будем проводить еще один референдум и этот референдум господин комсомолец навальный недоволен по какие-то видите ли развели что какие-то нормы юриспруденции нарушен чтобы вы в этой юриспруденции было понимали вы извините вы глупости то не несите навальный вы давайте немножечко вспомним что крым был передан в результате акта законодательного но незаконодательных бумажки подписаны палачом джугашвили вским палачом хрущевым и самый вот этот режим вот этот режим был в результате пришли люди в результате кровавого майдана изнасиловав народное мнение до разогнав учредительное собрание которое наверное одно и могло иметь какую-то юридическую силу документы да если не царь кто-то получается вот это должно быть какой-то другое представительство народа до или так или так но причем тут какой-то бланк причем тут какой-то джугашвили которые на вот согласно этому учредительному собранию они там набрали какие-то ничтожные все большевистские по фронты против этих тварей джугашвили всех вонючих проголосовали ну вот единственное последнее голосование свободное вот по сей день и по сей день и как бы каких-то вот нормальный голосование ну какие-то шаги может быть демократизации какому-то или изъявлению они как бы сделаны но все это знаете настолько несовершенно скажем так мягко вот где-то может что-то какие-то процессы идут но очень медленно очень со скрибом везде эти джугашвили ци которые холуйство это которого бросились вот я джугашвили я за вас путин смотрите заметьте меня дайте мне медаль вот это холуйство везде прет как вот такая навозная жижа и и вот я как будто в общем-то к электорату не отношусь как многие там как ко всему по крайней мере я слушал на митингах навального ребят молодых которые говорили против этого жкх и я сердцем полностью на их стороне я полностью осуждаю тут там они собрались не так когда полицейские немножко вы ставите россию неудобное положение там понимаете потом естественно колет вот этим глаза но для чего уже это специально заполняется это вот вы так ты своими действиями готовите майдан но даже если вам поступил приказ но вы же можете действовать корректные уже можете действовать культурно я понимаю что в противном случае вы потеряете работу вы потеряете вам надо кормить детей вам надо кормить семью работу сейчас найти при том саду и гамори который нам обеспечил кудрин последовательно чубы скудрин гайдар и силуянов продолжает идти тем же ленинским путем вот непросто и ну и учитывайте вот эти моменты вы же все люди может быть многие даже с высшим образованием так и ведите себя как-то будьте не только человеком с дубинкой дубьем она человеком политиком может быть если ваши власти вот я призыв к нашим полицейским не ума не хватает так вы берите инициативу на себя и вот так вот поговорите задайте вот эти вопросы те что я вам говорю господину навальному что в общем то наверно даже если вам вот полицейским под нее понизит в результате их работы налоги на жкх это наверно будет хорошо но если мы его к власти перевели приведем церушник вот это наверно будет не очень хорошо понимаете ребята молодые их обмануть элементарно вот к сожалению у нас такой немножко как разногласий я вот читаю что у навальный по моему мнению да церушник сергей михеев высказал даже мнение что он вообще работает на кремле и такую оппозицию за со смол целовать надо ну как получается на и но я вот думаю что некоторые свидетельствуют все таки у церушник вот как бы я не могу мне нету следственной бригады до которого бы я с удовольствием бы занял с этим вопросом изучения но во первых у него как из какие-то эксклюзивные данные до экономической нашей жизни которая от граждан скрывается до вдруг появляется это раз и пока и ранней мере многие из них я думаю имеет под собой основу хотя я думаю навальный соврет и глазом не моргнет как господина шаре и вот то ли шарина вот это наглядно показал к сожалению на навального ничего не получилось а конкретно ответить как не получилось ему отметить и прямо анатолий прямо выворачивал ему руки и отдашь крым или отдать крым или нет да нет отвечай прямо тот туда-сюда нет вот так прямо скажешь что ты будешь с крымом дел ну как всегда от пока или по крайней мере тут от навального ни одного путного конкретного слова ну в общем у него была такая бы оценил его формулировки в отношении крыма не войны ни мира и армию распустить вот такое же предложение как у троцкого был такой дурачок да при ленине так сказать который вот выдал вот такое вот которого свет не видал такого и вот к сожалению вот я так сказать резюмирую вот эти вот беседы вот вы подумайте оцените все вот это чтобы чтобы с вашей благородной борьбой же как а не смешалось а знаете вот ну как бы на мой канал тоже вышел и как сконс выпустил такая пакость он выпустил зловонное облако исчез там пустой канал ничего ничего не и смотреть ну из существа его так сказать что он видно что он бандеровец тварь меня назвала ватыком думаешь что меня обидел что тунеядка кептельман вот эта дочь коммунистки она вот выдумал вот этот термин да то значит это вот тварь которая собиралась изничтожить крыму уничтожить там всех ядерным оружием утопить в море и адвокат который кстати говоря поймали его на странными записями что он торгует органами из которых вытекала вот вот русских хакеров все все ругают ругают а за что ругает я не понимаю понимаете они делают вот если посмотреть пока добрые дела вот они вскрыли переписку адвоката да ну явно быть криминально ну тут же было сказано это личная переписка нифига себе личная переписка хорошо там что они детей живем не едят там тоже скажет личная переписка и опять таки наши вроде как как утверждают скрыли почту клинтона и что же они там выведали секреты военные количество баз они вот выходят вскрыли что выборы и выборы шли что госпожа клинтон надула все американское общество что и были сообщены вот теми устроителями позорные вот этой прессы которая сегодня льет грязь на трампа там я не говорю что там не достоин критики там есть масса вещей которые критиковать но они вот просто их не критика сводится к тому он плохой потому что не хочет бомбить россию ну он не хочет чтобы и как бы это действие ну как бы хоть и мере разумного человека который не хочет увидеть и бруил их свою страну пофиг это вот как спустившийся с цепи и вот это вот нью-йоркские банды вот был такой замечательный фильм вот и по сути вот все и вся это уилл стрит вот эти вот банды финансы они вот крутят вертят вот проводят вот такую вот политику вот как бы так вот почему я все-таки думаю что навальный он все-таки церушник а по одной простой причине вот как бы ну что бегал в посуду решающий момент вот митингов на болотный на там тайные вечери американское посольство это ладно но он же еще закончил ельский институт это университет или институт так по моему университет и там в этом институте готовят одних церушник там моя масса товарищей которые впоследствии поехали свои страны не начали строить там электростанции там какие-то инженерные уникальные соединения космические сооружения до космические корабли фармацевтику они начали делать перевороты перевороты революции так называемые майданы вот 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 это очень очень успешно в этом с плане институт и мне кажется не случайность что господин навальный закончил именно вот этот вот прекрасный университет который столь эффективно действует по всему миру вот и соответственно я бы не советовал доверять вот всем этим людям давайте немножко давайте не действовать по вертикали вот все вверх вот там наверху навальный ну я не исключаю что он может быть и с кремлем имеет какие-то завязки поскольку и были есть и будут люди которые работали как азов как азов и так далее вот но в конечном счете я думаю все таки перебежит на сторону на сторону рокфеллера сороса все таки это такие такие как сказать действительно такие авторитеты для него очень большие которые если захочет как-то им изменить тоннер не получится ну вот как бы все